Быть учителем это не только призвание, но и особая миссия. Об этом говорил с трибуны губернатор Павел Малков. В области около 120 учителей сегодня города носит звание заслуженный учитель России. Но еще сотни успешно представляют регион на всероссийских конкурсах. Следующий год в России объявлен президентом годом педагога и наставника. И Рязанская область войдет в него со значительным улучшением образовательной инфраструктуры. Вот недавно, например, у нас современная школа открыл в селе Просевича Александровневского района. До конца этого года введем эксплуатацию школы в Кальном. В следующем году учебный корпус Лесно-Канабейской школы-интерната в Шарском районе. Также в следующем году наконец завершим долгострой, откроем нашу гимназию номер 2 в центре в Рязани. И много-много других подобных проектов. У нас вот к этому учебному году было капитально отремонтировано 19 зданий. А еще в регионе на базе школ появилось около 150 новых точек роста. Здесь школьники осваивают цифровые и гуманитарные программы. Такую же интерактивную методику применяет на своих уроках и учитель английского из Паск-Рязанского Марина Булаева. Она продолжатель династии и точно знает, что означает фраза «призвание учитель». Я родилась и выросла в учительской семье. Мои родители являются учителями. И вся моя жизнь с детских лет была связана со школой. И всю свою взрослую жизнь я тоже посвятила себя вот именно этой профессии. Для меня это общение с детьми. Это желание, большое желание научить их чему-то новому. И в своей практике я использую различные методы активизации работы детей на уроке. Это интерактивные методы, методы дистанционного обучения. Награды за свой труд сегодня получали десятки педагогов. И три из них получили звание почетного работника сферы образования. Это учитель Корневской средней школы Надежда Асташкина, учитель Мамоновской школы в Пронском районе Надежда Киселева и учитель школы номер 4 в Скопине Людмила Строчкова.